Сильные, смелые, ловкие, умелые – это про нас. Школа боевых искусств Сан-Гуан принимает всех детей с 4 лет и старше. Все от спортивной гимнастики до боевых приемов. Занятия под руководством старшего тренера области по детям и юниорам, судьи национальной категории по ушу Таулу Вадима Сергеевича Трайзе. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Наши воспитанники уже стали чемпионами России и Казахстана. Настало ваше время. Запись по телефону 54-48-60. И 8-775-976-63-94. Здравствуйте! Сегодня воскресенье, а это значит в эфире вновь программа «Ушу. Искусство побеждать». В сегодняшнем выпуске вы увидите... День памяти ученики школы Сан-Гуан продемонстрировали свои возможности на благотворительном концерте в воинов-афганцах. Через тернии к звездам учеников школы Сан-Гуан обучает дважды чемпионка мира по ушу Евгения Рагулина и тренер года Неля Мозгунова. Новые факты о легендах ушу и новые приемы из знаменитых боевиков. Разминка для всей семьи. Получаем заряд бодрости на весь день. Это и многое другое в программе «Ушу. Искусство побеждать». 19 января в дворце спорта «Конус» прошел благотворительный концерт в честь 24-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана. Впервые историческую дату отмечали так масштабно, с приглашением почетных гостей из других регионов, выступлениями артистов и вручением подарков семьям афганцев. В представлении участвовали и мастера школы Саньгуан. Всего за время военных действий в Афганистане погибли 924 казахстанцев и 16 пропали без вести, в их числе 26 актюбинцев, которые вернулись домой в цинковых гробах, и один которого родные с надеждой ждут до сих пор. Суббота прошлой недели ознаменовалась еще одним событием. В данном случае знаменательным для школы Саньгуан. К нам в город приехала дважды чемпионка мира Евгения Рагулина с тренером Нелли Ивановной Мозгуновой. Это уже второй визит именитой спортсменки в школу боевых искусств. Цель поездки – семинар для учеников и тренеров Саньгуан. Данный семинар проводится уже не первый год. Были приглашены такие известные люди в области спорта, как Рагулина Евгения – это неоднократная чемпионка мира по общему толку. Единственная чемпионка мира, проезжающая в Казахстане, представляющая нашу республику на международной арене, на таком должном уровне. Нелли Ивановна Мозгунова – это тренер национальной сборной республики Казахстан. Для чего они приехали к нам? Для того, чтобы поработать с нашими детками. Ну, во-первых, чтобы обмен опыта. Мы смотрим, как работают они. Они помогают работать нам. Повышение техники, качества выполнения различных элементов, изучение, скажем, базовых техник, изучение международных стандартов соревновательных, по которым дальше эти наши спортсмены будут представлять область и республику Казахстан на дальнейших соревнованиях. Прошедший год стал для Евгении Рагулиной очень удачным. И она еще раз доказала, что не зря остается лучшей спортсменкой по ушу в Казахстане, завоевав очередное второе золото на чемпионате мира по ушу. Кроме того, она вошла в десятку лучших спортсменов Казахстана. А ее наставница Нелли Мозгунова стала тренером года в нашей республике. Ну, в принципе, год для меня был плодотворным. Я второй раз стала чемпионкой мира. Вот, это буквально было в октябре. Соревнования проходили в городе Хуаншанье, Китай. Вот, там я стала второй раз чемпионкой мира. В принципе, сюда приехала. Ну, опять же, мне хочется помочь ребятам. Я вижу очень много новых спортсменов в этот раз. Ребята все стараются, всем нравится ушу. Конечно же, я помогу. Десять дней будут тренировать учеников Сань-Гуан именитые гости. В основной упор в этот раз направлен на юных спортсменов. Хотя есть, что подкорректировать и внести новое в работе тренеров и ведущих учеников. Как говорит один из флагманов Сань-Гуан Камиль Галиабаров, в прошлом году уроки Евгении Рагулина и Нелли Мозгуновой позволили ему успешно выступить на республиканских и международных соревнованиях. И в этом году он надеется на подобные результаты. Я, как и в прошлом году, так и в этом ожидаю очень большого, например, опыта для себя, улучшения своей техники. Потому что, например, даже в сравнении с прошлым годом, мне поставили технику с мячом. Я с этим мячом выступил на Казахстане, стал чемпионом Казахстана. Я также на кубке выступал, также брал первые места. В этом году я собираюсь, например, чисто для себя поставить. Я также повторил всю свою технику старую, кулак, меч и плюс еще хочу доработать копье. Да, потому что я собираюсь выступать, собираюсь выезжать на соревнования и также стану чемпионом. Также, надеюсь, остальные дети тоже получат огромнейший опыт, особенно те, кто будет на этот первый раз, в прошлом году кого не было. Думаю, для них это будет огромный плюс. Они смогут выступать на соревнованиях тоже, областных. Далее, если пройдут, конечно, будут уже на Казахстан выезжать, на республикан соревнования. Ну и желаю удачи всем остальным. Ежегодно руководство школы Саньгуан приглашает знаменитых специалистов по УШУ для повышения мастерства как тренеров, так и учеников. Огромный опыт, передаваемый мастерами международного класса, позволяет школе боевых искусств Саньгуан оставаться лучшей во всем западном Казахстане. Самое время ознакомиться с новыми формами УШУ. Первый противник нападает на вас. Вы сбиваете ногу двумя руками, наносите удар ладонями в корпус и делаете подсечку. В это время второй противник нападает на вас сзади. Вы сбиваете его руку и наносите удар в горло. Третий противник атакует вас ногой в голову. Вы уклоняетесь и пытаетесь схватить его, но противник блокирует ваш захват. Вы наносите удар рукой и ногой в голову. Противники обезврежены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нихао! А сегодня мы рассмотрим акробатический элемент Тэнкун Байлянь. Начинаем, как всегда, с простого. Учимся делать мах, все, обойтуй, все, пойдя, лу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь пробуем выполнить прыжок-поворот с приземлением в мобу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И совмещаем эти два элемента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совмещаем эти два элемента, и у вас получится прыжок Тэнкун Байлянь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, дорогие тележрители! Все акробатические элементы, показыванные в передаче, выполняем строго под наблюдением специалистов. Сайтен. В 1976 году Джеки сделал операцию по увеличению глаз. Это случилось во время съемок пьяного мастера. Выполняя трюк, он неудачно упал со стола на пол и поранил глаз. В больнице его зашили с помощью электричества. Джеки сказал, никаких игл. А когда глаз зажил, то оказался шире другого. И тогда доктор посоветовал сделать косметическую операцию. Тренировка Джеки занимает ежедневно три часа, включает пробежку 3-5 миль, 8 километров, отжимания, приседания, поднятие тяжестей для каждой части тела. И разработка основных движений боевых искусств. Однако никакой диеты он не соблюдает, ест все подряд. Любит рыбу и овощи, мясо старается не есть. Так как знает, на следующий день придется бегать на 20 минут больше. Следующий блок программы будет интересен тем, кто готов дать отпор любому обидчику. Существует множество приемов самообороны. Прием с ремнем. Противник наносит удар ножом в голову. Вы за счет натяжения ремня останавливаете руку. Далее захватывающий прием руки и шеи и проводите удушение. Прием против прямого удара рукой. Противник наносит прямой удар рукой. Вы сбиваете его ударную руку, нанося удар в область подбородка. Этой же рукой проводите болевой прием на шею. В следующих выпусках программы вы узнаете еще более интересные и сокрушительные приемы. Здравствуйте! С вами снова гимнастика для всей семьи. Первое упражнение – махи руками. Второе – мельница. Третье упражнение – махи ногами. И последнее приседание. До новых встреч! Пока! На этом наше эфирное время подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. Будьте здоровы! Сильные, смелые, ловкие, умелые – это про нас. Школа боевых искусств Саньгуан принимает всех детей с 4 лет и старше. Все от спортивной гимнастики до боевых приемов. Занятия под руководством старшего тренера области по детям и юниорам. Судьи национальной категории по ушу-таулу Вадима Сергеевича Трайзе. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Наши воспитанники уже стали чемпионами России и Казахстана. Настало ваше время. Запись по телефону 54-48-60 и 8-775-976-63-94. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...